Напомним, ранее недовольство жителей вызвал проект строительства китайскими инвесторами завода по выпуску колейных удобрений вблизи быстро развивающегося микрорайона Нур-Ахтубе. Власти региона учли мнение горожан. Тем не менее, у некоторых общественных деятелей в свете муссируемой смены информации о возможном строительстве в стране ряда китайских заводов возникли определенные вопросы. Как известно, в послании главы государства особое внимание уделяется экономике и вопросам привлечения инвестиций. Хочу отметить, что в нашей стране работает много компаний из Китая. Ряд из них работают в нашей области. Слышал, что из 55 китайских заводов 5 построят у нас. Но почему именно в нашей области? И насколько они безопасны для экологии? Руководство области заверяет, работа идет с инвесторами из разных стран. И реализация инвестпроекта ведется в строгом соответствии с требованиями закона. При этом делается акцент на высокотехнологичные и экологически чистые производства, способные придать дополнительный импульс развитию экономики не только Актюбинского региона, но и всей страны. По нашей области есть 5 проектов, которые сегодня начали реализацию. Вместе с тем хочу дать ясность. По каждому проекту проходит у нас экологическая экспертиза. Основной акцент, насколько сегодня эти проекты нам эффективны. Все проекты именно в области обработки. Буквально недавно, как вы знаете, мы презентовали нашей общественности завод по производству кафельной плитки. Второй проект, который мы хотим реализовать, это нефтехимия. Приведу просто простой пример на пальцах. Многие страны земного шара, включая Соединенные Штаты Америки, Россию, Великобритании, Канады, добывают газ, а также экспортируют. Как вы знаете, сейчас идет даже гонка по экспорту газа. Мы сейчас заявились о проекте полипропилена. У нас в Казахстане масса заводов, которые производят трубы из пластика и многих других товаров из пластика. Но если брать в рынке Еврозеса, мы не конкурентоспособны с российскими заводами. Почему? Потому что у нас нет собственного полипропилена. Железнодорожные пути есть. Западная Европа, Западная Китай проходит все международные пути. И здесь же в рамках логистики и экономики, и той же математики, и имея наш природный потенциал, который, опять-таки повторяюсь, не просто мы экспортируем. Помимо этого мы хотим еще и перерабатывать. И мы предлагаем как раз такой совместный проект, работая именно с нашими китайскими партнерами, остается именно таких заводов. Да, завтра, если этот проект заработает, мы имеем свой полипропилен. Да, те же расчеты, которые показывают, более 90% продукции Китай будет сам поглощать. У нас в области сейчас реализовываются 7 крупных транспортных компаний. Это, как вы знаете, компания, и недавно был заключен договор, Италия. Генерал Электрик, Илдерэм Групп Турция и многие-многие другие страны. В то же время и работаем с Китаем. Очень важно, надо отметить один вопрос. Развитие любой страны, любой страны, зависит от правильной инфекционной политики. Глубок государства было поставлено в послание, основной акцент. Та инфекционная политика, которую сегодня имеем, это хорошо, но вместе с тем мы сейчас должны задать именно больше ударную обработку. И имея наши природные ресурсы и потенциал, почему бы сейчас эти проекты не реализовать у нас вместе. Только на одном предприятии порядка 300 миллионов кубометров газа в год сжигалось воздух ежегодно. Так буквально в прошлом году мы вместе с нашими партнерами, также там была и страна КНР, мы смогли реализовать проект по переработке газа. Сейчас мы вырабатываем жиженный газ, который экспортируется полностью. Вырабатываются разные-разные компоненты, 7 компонентов там сегодня в ход. И более 1250 человек сегодня нашли постоянно рабочие места. Ежегодно это предприятие платит более 10 миллиардов налогов в год. 300 миллионов кубометров газа, который сжигался и портил нашу экологию, сейчас перерабатываются и приносят эффект для экономики. Продолжение следует...